Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм Родился в 1960 году. Киноактер бельгийского происхождения. Настоящая фамилия Ван Варенбург. Дебютировал в фильме «Улица варваров» 1983 год. Снимался также в фильмах «Кровавый спорт» 1987, «Черный орел» 1988, «Киборг» 1989, «Самоволка» 1991, «Двойной удар» 1991, «Универсальный солдат» 1992, «Некуда бежать» 1993, «Трудная мишень» 1993, «Патруль времени» 1994, «Уличный боец» 1994 и других. В фильмах «Самоволка» и «Двойной удар» был соавтором сценария. В остросюжетной мелодраме «Некуда бежать» Жан-Клод Ван Дамм впервые в финале расстается с женщиной. Все предыдущие ленты завершались либо поцелуем, либо уходом героя и героини вглубь кадра. Жан-Клод Ван Дамм – уникальное явление в современном мире кинобоевиков. Это единственная звезда экшен, у которой по подсчетам западных социологов 80% аудитории – женщины. В нем чувствовался мощный потенциал героя-любовника. Жан-Клод родился в Брюсселе 18 ноября 1960 года в интеллигентной семье. Он занимался игрой на фортепиано, классическим танцем, рисовал. В спорт Ван Дамм пришел благодаря кино. В 1972 году, когда во всем мире прогремело имя Брюса Ли, отец привел в секцию каратэ 11-летнего Жан-Клода, хилого мальчишку в очках с толстенными линзами, который с утра до вечера смотрел фильмы. Он многим обязан своему тренеру Клоду Гетцу, сразу поверившему Жан-Клода и уделявшему ученику много времени. В 1978 году Ван Дамм блистательно сдал экзамен на присвоение черного пояса, а 8 марта 1980 года в прыжке красивейшим ударом ноги нокаутировал немца Гитриха Таргелза и стал чемпионом Европы среди профессионалов. Добившись спортивных успехов, он открыл в Брюсселе клуб «Калифорния», быстро завоевавший популярность среди молодежи. Спортивный бизнес позволил Жан-Клоду приобрести хороший дом, легковую машину последней модели и иметь солидный счет в банке. Однако кино оставалось главной целью его жизни и во время тренировок, и во время выступлений на национальных и европейских чемпионатах, и во время случайных эпизодических съемок в европейских лентах. Он продал дом, машину, спортивный клуб и отправился покорять Голливуд. Все деньги, полученные от продажи недвижимости, он поместил в банк, а в Америку уехал с двумя тысячами долларов в кармане. Но в Голливуде Ван Дамма никто не ждал. Со скверным знанием английского языка и без нужных знакомств рассчитывать в чужой стране на молниеносный успех не приходилось. Деньги скоро кончились. Ван Дамм хватался за любую работу. Он был официантом, разносчиком пиццы, водителем, вышибалой в ночном клубе, но при этом не забывал подбрасывать продюсерам самодельные рекламные проспекты, в которых восхвалял свои мускулы и актерские достоинства. Наконец, в 1986 году продюсер Canon Films Менахем Голлан рискнул выделить миллион долларов под обаятельного нахала, посмевшего продемонстрировать на нем свои рискованные приемы. По одной из версий, когда продюсер выходил из ресторана на Беверли-Хиллз, Ван Дамм окликнул его, и в тот момент, когда Голлан обернулся, высоко подпрыгнув, просвистел ногой в паре дюймов от лица ошеломленного босса кинокомпании, после чего тот предложил Жан-Клоду работу в кино. По другой версии, после нескольких просьб об аудиенции у Голлана, Ван Дамм во время беседы неожиданно уселся в шпагат между двумя стульями и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор, и Голлан сдался. Так появился кровавый спорт, за ним черный орел, где Ван Дамму досталась роль злодея-КГБшника, потом киборг с его неожиданной библейской символикой, потом... короче, карьера пошла. Начало восхождения к славе связано с беспрецедентным успехом первых боевиков Ван Дамма в Европе и Азии. Но хотя Ван Дамма продавали исключительно в упаковке героя-боевиков, в многочисленных интервью актер подчеркивал, что видит себя в иных ипостасях. «Я могу завоевать и другую аудиторию. Пусть мой новый фильм станет любовной историей, допустим, с небольшими добавками экшен, и я гарантирую успех. Можете даже в смокинг меня вырядить, но дайте умелого постановщика, прелестную партнершу, красивую музыку, вроде мариконы. На этот фильм пойдут все женщины. В истории жизни и карьеры Ван Дамма женщины играли далеко не последнюю роль, и не только как зрительницы. Я считаю, что женщины умнее мужчин», признался актер в одном из интервью. «Но влюбившись, они теряют разум». Сплетни и слухи об отношениях с европейскими и голливудскими красавицами сопровождали и сопровождают карьеру Ван Дамма-спортсмена и Ван Дамма-кинозвезду. Еще мальчишкой он одновременно с приемами карате внимательно изучал древнеиндийские трактаты о любви, а во время спортивной карьеры придерживался правила накануне матча «Переспать с женщиной». Летом 1980 года Жан-Клод женился на своей подруге по клубу Марии Родригес, а через год познакомился в Париже со знаменитой киноактрисой Жаклин Биссе, снимавшей номер в гостинице «Наполеон». Она посоветовала ему всерьез заняться кино. Вероятно, именно эта встреча повлияла на решение Жан-Клода развестись с Марией и отправиться в Голливуд. Для получения вида на жительство в 1985 году он женился на танцовщице Синтии Дердериан, но вскоре развелся из-за постоянных скандалов ревнивой супруги. Наконец, в его жизнь вошла манекенщица-чемпионка США по культуризму Гледис Португес, которую он тогда называл «женщиной своей жизни». Она поощряла мужа, помогала ему, поддерживала в трудные моменты деньгами и советами, родила двоих детей. Жан-Клода считали примерным семьянином, о своей жене он мог говорить часами. В глазах загорелись страстные огоньки, а голос начинал дрожать. На Каннский фестиваль 1992 года Жан-Клод прибыл вместе с Гледис и публика восторженно приветствовала эффектную пару. А через год на том же фестивале он позировал уже с другой красавицей Дарси Лальер, еще недавно считавшейся лучшей подругой Гледис. Ван Дам влюбился в замужнюю женщину на вечере, организованном Фрэнком Синатрой. Дарси была со своим мужем Жан-Клод с Гледис. Волею судьбы они оказались за одним столиком. С самого начала я почувствовал на себе взгляд и меня как будто ударило током. Все смотрели шоу, а мы просто пожирали друг друга глазами. Гледис и Дарси, что казалось просто случайным совпадением, были одеты в одинаковые платья. Но не может быть случайных совпадений, говорил позже актер. Гледис, великолепная женщина, великолепная супруга, исключительная мать, в общем, женщина, само совершенство. Но не для меня. Проблема в том, что мы не очень хорошо понимали друг друга. Я думал, что мы любили, поскольку о другой любви я ничего не знал. Если вы всю жизнь ездите на Тойоте, то думаете, что ничего лучше в мире нет? Когда же вы сядете за руль Мерседеса, то сразу почувствуете разницу. В Дарси я наконец нашел родственную душу. Она умная женщина. Она предупреждает все мои желания, каждую минуту удивляя меня. Я знаю, что всегда приду на помощь Гледис, ведь мы познакомились и узнали друг друга, когда были на нижней ступеньке лестницы, без гроша в кармане. Мы провели вместе худшие времена, а это невозможно забыть. Свои отношения Жан-Клод и Дарси тщательно скрывали. Встречались тайно в Гонконге, в Париже, не переставая повторять, что надо во что бы то ни стало положить конец этой связи. Однако чувство брало вверх над разумом. Расставаясь на неделю, они начинали скучать друг без друга и, не выдержав, бросались к телефону. Когда в сентябре 1992 года в прессе появились фотографии Жан-Клода и Дарси, занимающихся любовью на пляже, третья жена голливудской звезды не выдержала и развелась с любвеобильным супругом. К одному скандалу добавился другой. Во время съемок фильма «Трудная мишень» в Новом Орлеане некая женщина подала на Ван-Дамо в суд, обвинив его в том, что он и Дарси склоняли ее с любовником заняться любовью вчетвером. Дело уладили, но шум был большой, хотя сам Жан-Клод яростно доказывал, что скандал сфабрикован. Они планировали пожениться в Лос-Анджелесе, но актеру пришлось выехать в Таиланд, где должны были проходить съемки нового фильма. Жан-Клод готовил будущей супруге сюрприз. Он снял с нее мерку для платья под предлогом того, что один из его друзей хочет ей подарить национальный костюм этой страны. Утром в день свадьбы Ван-Дамм сказал ей, что для местного приема они должны одеться в национальные костюмы. Подъехав к храму, они не переставали восхищаться его светочным убранством. Она все поняла, только когда увидела свою лучшую подругу, которую актер вызвал из Орегоны, чтобы она стала свидетельницей. Надев ей шикарное жемчужное колье, Ван-Дамм сделал ей предложение. Увы, его брак с Дарси продлился всего девять месяцев. В конце 1994 года четвертая жена Ван-Дамма подала на развод, не выдержав постоянной неверности супруга и его бешеной ревности, доходящей, по ее словам, до деспотизма. Люди разводятся, потому что в сегодняшнем мире исчезло доверие. Грустно прокомментировал это событие Ван-Дамм. Партнер кинозвезды в личной жизни должен быть очень сильным человеком, лояльным. Я ведь делаю все, что в моих силах. Мне нравится момент возвращения домой, но я люблю свободу. Я хочу, чтобы женщина говорила мне, расскажи, что было ночью, и я не буду ревновать. Главное, не скрывай ничего. Существует ли в мире такая душа? Мне остается только надеяться. Ван-Дамма часто спрашивают, занимается ли он любовью с партнершами по фильмам? Никогда. Это чисто профессиональный нюанс. Если переспать с партнершей, в глазах ее исчезнет голодный блеск, она начнет считать меня своим трофеем. Две стриптизерши, которых актер увидел в московском ночном клубе, недолго думая, уехали с ним, не дожидаясь окончания представления. Устоять перед ним невозможно. Искренность Ван-Дамма может сравниться с его самовлюбленностью. Он охотно говорит о том, как накачивает мускулы, как любит хорошо одеваться, как выбирает обстоятельства для занятия любовью. Лучшие города для любви Париж и Гонконг. Перед любовным актом я люблю поесть в хорошем ресторане, выпить марочного вина, а потом подняться в номер отеля с прекрасным видом на город. Первый раз мы с Дарси занимались любовью именно в Гонконге. в Гонконге.